Здравствуйте, уважаемые профессионалы шашечной игры. Сегодняшнее видео предназначается именно для вас. То есть это шашисты уровня от первого разряда, также кандидаты в мастера, мастера, ну я думаю и гроссмейстерам данное видео будет также интересно. Сегодня мы с вами рассмотрим микроматч. Играли молодые таланты. И, значит, первую партию белыми играл мастер Александр Ширяев из Челябинска, черными играл гроссмейстер Роман Щукин, потом поменялись. Значит, соперником выпала такая жеребевка дебюта, А3 летит на А5, Д6 летит на Б4, так называемая леталка. Ну в этой позиции какие возможны ходы? Самые лучшие атакующие планы это СД4 и ЖХ4. В А3 играть хуже, потому что здесь черные могут довольно-таки просто уравнять позицию. Вообще, я хочу отметить, что данная леталка очень неприятна для черных. Уравнять здесь игру крайне непросто. Ну вот здесь после хода ВА3 уже черные играют АЖ5, меняются 2 на 2. Затем еще раз меняются ЖФ4. Ну и здесь возникает примерно равная позиция. Да, у черных слабая шашка Х4, у белых также слабая шашка А5, кроме того застряла шашка на Х2. Рано или поздно им придется сыграть ЖФ4 и разменяться в центр, поэтому позиция здесь примерно равная. Правильно, конечно, в этой позиции играть либо СД4, либо ЖХ4. Ну давайте рассмотрим оба атакующих плана. После ЖХ4 черные играют ВА3, лучший ход. Ну и здесь у белых также 2 хода. Либо СД4 сводить игру к варианту СД4, либо играть АЖ3. Тоже неплохой вариант. Но здесь черные также могут свести к основному варианту. Они меняются в центр, белые меняются СД4. АЖ5, ЖФ4 уходят на бортик АБ2, АЖ7. БЦ3 меняются. Напали, разменялись. Ну и все сводится к основной системе, которую мы сейчас рассмотрим. Значит, основной план игры за белых в этой позиции это СД4, конечно. Приходится играть ВА3. И вот здесь у белых 2 атакующих плана. ЖХ4 это основной вариант. Еще, кстати, неплохо играть ВЦ3. Также есть интересная схема, которую я хочу вам показать. Это уже мои личные разработки. ФЖ5, ЖХ4 четкий ход. То есть если черные закрываются, допустим, ЖФ6, здесь есть очень неприятный план игры для черных. Допустим, ФЖ3 и на ЕД6 уже ЖФ4. Придется меняться. Ну и здесь 2 атакующих хода. Можно, конечно, сыграть АБ2, но после АБ2 до Е5 черные могут уравнять игру. А вот СД4, сильнейший ход. Здесь у белых большое преимущество. Ладно, я не буду углубляться в эту схему. Здесь черным лучше всего разменяться. ЖФ6 играть хуже. Значит, теперь белые нападают ФЖ3 и черным надо еще раз меняться для уравнения. Белые играют ЖФ2. И вот здесь проигрывает напрашивающийся ход ФЕ7. Играем АБ2, грозим выиграть шашку. Приходится меняться, лучшего нет. И здесь следует четкий ход СБ4. У черных есть 4 хода, но все они проигрывают. Значит, на ход СД4 играем ФЖ3. И выигрываем шашку. На ход ЕД6 также нападаем ФЖ3. Ну и тут у черных 2 хода. Если они играют ФЕ3 и пытаются отыграть шашку, тогда играем АЖ5. Черные вроде бы отыгрывают шашку, но следует нападение. Приходится отходить, иначе белые пройдут дамки. И удар по затылку. Белые снова с лишней шашкой и легко побеждают. Если в этой позиции черная игра от ЖА6 вместо ФЕ3, тогда после размена белые нападают. Приходится временно жертвовать шашку. Но здесь белые также побеждают точной игрой ЕФ2. Приходится отыгрывать шашку, лучшего не видно. Ну и тут ФЕ3, и белые опять с лишней шашкой побеждают. Так, после хода... Так, СБ4. После хода СД6 белые также побеждают. Нападают. Ну, приходится отдавать шашку. Ну, и здесь белые, видите, остаются с лишней. Можете убедиться в этом самостоятельно. Шашка лишняя сохраняется. Значит, последний ход в этой позиции, возможно, это ЕФ6. Он также проигрывает. Нападаем. Приходится меняться. Здесь черные вроде бы отыгрывают шашку. Но у белых, видите, называется наивыгоднейшая позиция. Ставим наивыгоднейшую позицию. И черным приходится пропускать белых дамки. Поэтому белые здесь также побеждают. Никаких проблем с реализацией здесь нет. Так, рассмотрели ловушку. Еще раз покажу, как она возникает. СД4, БА3, БЦ3. ФЖ5, ЖЖ4. Вот, разменялись. Напали разок. Разменялись. И ЖФ2. Вот, ФЕ7 мы с вами выяснили. Это проигрывает. Правильно, конечно, играть БЦ5. Здесь белые снова нападают. СБ4. Но черных спасает. Прикольная присоска. ФЕ3. То есть сюда бить бесполезно. Размен 2 на 2. Сюда бить также бесполезно. На Ф4. Потому что черная игра от СД4. Отыгрывают у белых лишнюю шашку. Ну и постепенно достигают равенства. Здесь у черных, конечно, похуже. Шашка Д4 будет подвержена окружению. Но постепенно черные уравнивают позицию. Здесь уравнять позицию гораздо легче, чем в других вариантах. Которые мы посмотрим. Теперь рассмотрим основную систему игры. Как было в партиях Ширяев-Щукин и Ширяев. ФЦД4. БА3. И вот здесь оба соперника играли ЖХ4. Сильнейшая система игры. Значит, оба соперника здесь меняются. И играют АЖ5. Далее в партиях было АЖ3. И ЖХ4, АБ2. АЖ7, БЦ3. Во всех двух партиях соперники до этой позиции играли одинаково. Здесь они менялись. Кстати, ход БЦ5 я уже считаю ошибкой. Ну, это такая человеческая ошибка. Тут был компьютерный ход. И мы, кстати, с вами его разберем в конце видео. А вот после этого хода уже размена. Здесь у белых огромное преимущество. И мы рассмотрим оба атакующих плана, которые применяли соперники, когда играли белые. Значит, СД4. А что? Белые нападают. Надо меняться. И ДЦ3. Оба соперника разменялись назад. И вот здесь ЖХ4, СБ6. ЕД4, БЦ7. Значит, партии Ширяев-Щукин. Саша Ширяев сыграл ЕД2. И после ЖХ6 белые могли победить. Как это было? ФЕ3. ФЖ7. Здесь, в этой позиции, белые сделали классный ход. ДЕ5. Очень сильный ход. Приходится играть Б5. Ну, ЕФ6 ход не проходит. Мы не СД4 закроемся из-за удара. Понятно. Мы просто на ЕФ6, СД4 закроемся. И там у белых будет преимущество. Ну, уже выиграна позиция. Значит, на Б5. Здесь уже играем ЕД4. И на СБ6 белые сыграли ДЦ3. Черные разменялись. ЖФ2. И вот здесь в партии Щукин ошибся. Он играл черными. Значит, была ничья после хода ЖФ6. Здесь у белых также огромное преимущество. Но все-таки они выиграть не могут. Вот эту ничью указал гроссмейстер Баир Ринчинов. Я не буду показывать ничью. Все-таки у белых огромное преимущество в этой позиции. Но здесь вот после хода СБ6 белые могли победить. Саша Ширяев ответил ЕД4. И Рома Щукин сумел все-таки найти точное уравнение. ЕФ6 грозит. Поэтому надо ЕД6. Тогда нападаем. Надо отходить. И следует размен. Черные грозят пройти в дамки. Поэтому надо до Е5. Черные разменялись. Ну и здесь прорыв черных неизбежен. По правому флангу белых. То есть... Черные пожертвовали шашку. Ну и после хода ЖФ4 была зафиксирована ничья. Значит, это партия в Блиц с первенства России по русским шашкам до 27 лет. Партия 2021 года. А как же в этой позиции надо было выигрывать? Вот в этой позиции вместо хода ЕД4... Так, отмечу красным ЕД4. Правильно было играть СД4. И вот здесь, как указал Бейеринчинов, был выигрыш за белых. Ну, первый план очевидный. Если черные просто меняются с ЖФ6, тогда следует несложный ударчик. Отдали одну, отдали вторую. Прорвались дамки и выиграли. Это очевидно. Если же черные играют Б5, здесь выигрыш еще довольно-таки сложный. Ну, тоже уже можно найти. Значит, ДЦ5 нападают. СД6 разменялись. Проще всего выиграть таким образом. АБ4, СБ6. БЦ3, ДЦ7. Белые проводят две шашки в дамке. Черные, видите, могут провести только одну. Затем они загоняют свои шашки на поля. АС4, Ж5 и АС6, чтобы они не были подвержены атаке. Ну, и здесь белые постепенно выигрывают. Значит, ДЦ5. Ой, А на Ц5 точный ход. Вот, то есть мы хотим перевести свою дамку на поле Ж1. Ну, и тут у черных есть два хода. Значит, если они заходят в любки, тогда уходим на А7. Побили. Ну, и здесь выигрывает точный ход ФЕ5. Дамкой ходить нельзя. Сюда ходить нельзя. Остается играть только Ж4. Бьем на Ж3. Ну, и видите, дамка черных погибает из-за приема столбняк. Ходить некуда. Красивая тема. Вторая тема. Если черные просто ходят по большой дороге. Тогда уже белые могут перевести свою дамку на поле Ф2. Есть проблем нет. И строятся вот таким образом. Ну, и тут у черных есть два варианта. Если они играют дамкой на Х8, тогда играем Ж2. Ну, и тут три хода у черных есть. Значит, на А1 играть нельзя, потому что дамка ловится. Так. Еще раз. На А1 нельзя. На Б2 то же самое. На С3, да. Значит, если они играют АЖ7, здесь тогда уже выигрывает комбинация небольшая. Удар, трамплин. Отдаем дамку и шашку. Бьем до конца. И затем вот удар, трамплин выигрывает. И третий вариант, если черные играют АЖ3. Здесь у белых также очень красивый выигрыш. Можете поставить видео на паузу, попытаться его найти. Играем ФЕ5. Приходится бить до конца дамкой. И снова бьем на Е5. То есть дамкой не сходишь никуда. Она тут же ловится. Приходится играть Ж4. Тогда просто ждем. Ждем. Ну, черным приходится нападать. Шашки отдавать бесполезно. Тогда белые ловят дамку черных. Ну, и выигрывают с помощью запирания. Ну, и последний вариант в этой позиции возможный. Если бы вот в этой позиции черные не играли на АЖ8, а играли бы на Ф6. Вот здесь как победить. Здесь снова играем Ж2. Кстати, еще черные могли уйти с большой дороги на косяк. Здесь у белых выигрыш также непростой. Я не буду его показывать, потому что, друзья, увольте меня. Это все-таки, ну, тяжело. Попробуйте найти сами, да. Там еще было мощное сопротивление. Значит, после того, как черные снова уходят на АЖ8, здесь снова выигрывают вот этот прием. Отдаем две шашки. Приходится бить. И снова играем на Е5. То есть дамкой не сходишь. Она будет поймана. И белые отрежут белых по двойнику. Поэтому приходится отдавать шашки. Ну, что-то подобное мы уже сегодня видели. Белые легко побеждают. Вот такой красивый выигрыш был у белых. Возвращаемся к начальной позиции. Еще раз. СД4. БА3. ЖХ4. Размен. АЖ5. АЖ3. ЖХ4. АБ2. АЖ7. БЦ3. БЦ5. СД4. Разменялись. ДЦ3. БА5. Разменялись. ЖХ4. ЦБ6. ЕД4. БЦ7. Значит, в первой партии Саша Ширяев играл белыми ЕД2. Во второй партии уже белыми играл Рома Щукин. Он сыграл ФЕ3. Также очень сильная атака. Черные сыграли ЕД6. Белые ответили ЖФ2. У белых очень мощный центр. Черным сделать ничью очень непросто. БА5 последовало в партии. Снова белые сделали классный ход. ДЕ5. Черные пытаются как-то загасить атаку белых. Меняются назад. Здесь следует классный ход СД4. И на ФЕ7. Также классный ход ДЦ5. То есть белые не боятся пропустить черных в дамки. Потому что сами пройдут в дамки. И здесь белые очень красиво победили. Смотрите. На АБ4. Белые и черные идут в дамки. Но белые здесь побеждают. Значит, у белых здесь два хода. Либо сразу ставить дамку. Либо играть Ж6. Если белые сразу же ставят дамку, тогда здесь выигрывает комбинация. Отдаем шашку. Затем ловим дамку с помощью так называемого шлагбаума. И легко побеждаем. Саша Ширяя в партии увидел этот вариант. И не стал ставить дамку. Сыграл Ж6. Здесь Рома делает также классный ход. ЕД2. Значит, в чем идея? Снова дамку ставить нельзя. Потому что белые очень красиво побеждают. Поставьте видео на паузу. И попытайтесь найти такой нестандартный, но красивый выигрыш за белых. Отдаем две шашки. Затем еще одну. И видите, запираем дамку и две шашки соперника. С выигрышем. Меняемся. Ну и отрезали шашки черных по двойнику. Очень красивый выигрыш. Саша Ширяев также заметил эту ловушку. Не стал ставить дамку. Отдал шашку Ж3. Рома побил на Ж2. Теперь уже дамку можно ставить. Но здесь белые побеждают. В партии последовал ход Ж3. Черные сыграли А1 на Ж8. Но здесь уже дамка ловится. Можно было сразу же поймать. Е4 и Ж4. Но оба соперника уже были в цейтноте. Рома не заметил этот выигрыш. Сыграл Б7. Значит, Саша ответил. Сыграл дамкой на 1. И Рома снова ушел на Б8. Здесь черные уже заметили вот эту комбинацию. И сыграли АБ2. Но здесь белые также побеждают из-за комбинации. Отдаем две шашки. Затем еще одну. И черные сдались. Такие интересные партии получились у обоих соперников. Ребята играли творчески. Красиво. Но все-таки отметим, что в обеих партиях у белых было огромное преимущество. Как уравнять вот эту позицию за черных, я не знал до сегодняшнего дня. Но сегодня мне удалось с помощью компьютерной программы Тоша найти более-менее четкий план уравнения за черных. Переворачиваем позицию и пытаемся ее уравнять. Значит, на ход СД4 уходим на бортик. И вот здесь после сильнейшего хода Ж4 также меняемся. Затем играем АЖ5, АЖ3. Уходим на бортик. И на ход АБ2 играем АЖ7. В БЦ3. И вот здесь, друзья, запомните, не надо играть БЦ5. Вот этот ход дает белым огромное преимущество. Как было в партиях рассмотренных. Поэтому правильно здесь играть ЕД6. Чисто компьютерный ход. Теперь на ход ЖФ4 мы играем ФЕ7. Еще один компьютерный ход. Ну и здесь уже более-менее понятно, как играть. У белых два хода. ЖХ2 и ФЖ3. После ФЖ3 позиция уравнивается довольно-таки просто. Играем ЕФ6. Ну и на лучший ход ЖХ4 просто меняемся БЦ5. Стоит угроза прорыва на преддамочное поле. Поэтому у белых только два хода. СД4 и СБ4. На ход СД4 меняемся. БЦ7 опять. Значит, на ДЦ3, видите, опять стоит угроза прорыва в дамке. Здесь, конечно, белые могут провести небольшой удар. Один первым прорывается в дамке. Но мы также ставим дамку. И на ход АБ2 играем... Ой, на ход СД2 играем АБ2 и партия заканчивается ничьей. Поэтому ДЦ3 играть бесполезно. Если же белые здесь жертвуют шашку, более интересный ход. Игра ДЦ3 с идеей нападения. Здесь нас выручает контр-жертва. Значит, отдаем шашку именно таким образом. И играем ДЕ5. Ну, здесь уже ничья очевидна. Допустим, на АЖ3 проще всего провести комбинацию ничейную. И партия заканчивается мирным исходом. Значит, второй возможный вариант в этой позиции. Если белые играют СБ4. Тогда меняемся ДЕ5. Ну, и здесь черные также постепенно достигают ничьей. Там ДЦ7, ЖС6 играют как-то... Ну, ничья. Тут уже очевидно. Не буду вдаваться в детали. Второй вариант. Если в этой позиции, вот после ходов ЕД6 и ФЕ7, белые играют ЖС2. Здесь как уравнивать позицию? Снова меняемся БЦ5. И у белых два ответа. СД4 ведет к простой ничьей. БА7. Ну, и на ДЦ3 единственный ход. Снова проводим ничейную комбинацию. Это очевидно. Ну, и здесь простая ничья. Нападаем на шашку. Ну, либо белые ведут дамку. Тогда возникает равный эндшпиль. Там никаких проблем. Если белые меняются, пытаются сохранить шашку. Ну, играем на Б6. И на ход ДЕ7 отбрасываем белых. Обрезаем их по большой дороге. Партия заканчивается ничьей. Второй вариант за белых в этой позиции. Это ход СБ4. Вот это уже гораздо более сильное давление. Тут черным надо играть аккуратно. ЕФ6, ФГ5, Ж6. ЕФ4 сильнейший ход. Ну, на ДЦ3 можно сыграть ФЕ5. Допустим, разменялись. Разменялись. На так напали. Ну, тут уже можно, допустим, ЕД6. Опять ничья, очевидно. Да. Если же в этой позиции белые играют ЕФ4 вместе с ДЦ3, тогда здесь еще черным надо попотеть. Меняемся до Е5. Белые вылазят БЦ5. Нападаем. И белые меняются назад. Играем ЕД6. Ну, и здесь уже также ничья более-менее очевидна. Сильнейший ход ЕФ4. Тогда нападаем. Это единственный ход. Ну, грозила комбинация. Отдали 2, забрали 3. Поэтому ФГ5 единственный ход. Белые меняются в центре 2 на 2. Ну, и здесь также достигаем ничьей. БЦ7, СД4, ЖХ4. Сюда не пойдешь. А позиция будет в пользу черных. Поэтому приходится играть ДЦ5. Тогда АЖ5. На нападение отходим. Ну, и здесь черные прорываются в дамки ничья. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать мое творчество Лукасом и подпиской. Я провел большую аналитическую работу. Считаю, что внес свой вклад в развитие теории русских шашек. Я думаю, что этот разбор будет полезным даже гроссмейстером. До свидания. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры создавал DimaTorzok